Как Гетман сагайдачный птицу рукой поймал. Конец той зимы был теплый. Иноди лед на шляху подтаивал, а к вечеру уже превращался в стекло. Лошади пуча глаза семенили копытами, отказываясь тащить садников в горку, а тащить по гололеду надо было еще и награбленный в Москве скарб. Конец сагайдачного потерял подкову. Подкова же была намалевана на гербе Гетмана, и герб этот назывался Побог. Плохая примета. Может, я Бога потерял, думал сагайдачный и хмурился. Его же все черкассы были веселы. Сигизмун заплатил за поход двадцать тысяч злотых по злотому на брата, домой везли добрые трофеи. Король обещал разрешить казакам собственный суд и даже открыть в Киеве православные храмы. Однако Гетман был невесел. Не выходили из головы проклятия Ливны и других московских городков. «Продались католикам, на своих, на православных, саблю подняли. В аду гореть будете иуды хохлядские!» Кричали, умирая москали, не желавшие становиться украинцами. «Да, продались», — думал сагайдачный, — «но ведь и Москва тоже продалась. Десять городов разграбили запорожцы, пока шли к ней утверждать нового русского царя Владислава Сигизмундовича в вазу, которого выбрало на царство московское боярство. Королик заставил. Но чернь поляка не приняла и восстала, зато и наказывали кацапов. Один только городок Михайлов не смогли. Потому как горожане неожиданно вышли из-за стен и ударили вбок. Штурм захлебнулся, хохлы отбежали под смех и свист кацапов. И было даже обидно сагайдачному, спалившему сам Истамбул, не покорялся какой-то вонючий рязанский Михайлов. В сердце его клокотала жажда и мести и гетманская гидность. Сидя на берегу реки Прони и глядя на город глазами, отражающими пламя костра сагайдачный, написал Михайловцам. «Не надо смеяться о вашей силе и моем отступлении. Утром, град ваш, возьму рукою, как птицу!» И пообещал каждому отрубить руку и ногу. Сам привязал послание к стреле и запустил из своего татарского лука. Но утром запорожцы вновь потерпели неудачу. Горожане снова вышли и ударили уже с другого бока. Видно, Бог им помогал. Оставив под Михайловым около тысячи трупов, черкассы ушли к Москве, потому как не было больше сенсу терять жизни и время на захолустье. Москали свистели и кричали им в спину. «Воду угореть будете, иуды!» Случилось то три года назад, в последний день Успенского поста. День позора сей, 27 августа, Гетман запомнил хорошо. И вот вспоминал его сейчас, на Рождество 1621 года, стоя на коленях перед самим иерусалимским патриархом Феофаном, думал, «Слава Богу, что не взяли Михайлов, а то был бы еще один грех на душу». Феофан приехал в Киев, дабы тайно от короля Сигизмунда назначить православных митрополита и епископов, окормить замордованный поляками православный люд. Гетману же было страшно. А вдруг и вправду будет ему ад за измену. Сагайдачный каялся за поход на Москву. А вместе с ним у стен Трахтемировского казачьего монастыря, что под градом Каневым в снегу на коленях, скинув шапки и склонив чубы, стояло несколько тысяч королевских и реестровых казаков. Патриарх журил их за убийство единоверцев. Но грех отпустил. Да и как не отпустишь такое силище? Лед на сердце растаял. Искренние слезы намочили усы Гетмана. Облепив повозку Феофана, как пчел и матку, черкассы проводили патриарха до границы с Валахией. А когда, простившись с Феофаном, Сагайдачный задремал у очага в белой крестьянской хате, то привиделся ему сон. Будто бы придет он по заснеженному чухонскому лесу, драному сучковатому, а сзади черные волки воют. Страшно. Помолился он. И тут же снегирь красногрудый прилетел, запорхал от ствола к стволу, будто бы звал куда. Пошел Сагайдачный за птицей и пришел к белокаменному забору. В заборе том ворота, над воротами подкова прибита под ней. Апостол стоит, ключ золотой на пальце крутит. Снегирь сел апостолу на бороду. Апостол ворота отомкнул. Вошел в них Гетман, а там сад цветущий, трава зеленая, розы чернобритцы, тюльпаны, павлины ходят, пчелы нектар собирают. А люди все молодые и все, как Адам с Евой, голые. Кто закусывает, кто хороводы водит, кто на бандуре играет, кто в речке купается, а иные на львах среди цветов верхом ездят. Остальные же, никого не стыдясь, совокупляются всюду и попарно, и кучками, и дико, и радостно. Господи помилуй, перекрестился Гетман, пригляделся, а одна пара под вишней цветущей. Это мать его, Макрина и сам Феофан. Только молодые они. Макрина в дерево упирается. Патриарх ее одной рукой за зад держит, а в другой у него кубок серебряный. Вишня вздрагивает, с нее цвет летит, словно снег рождественский. Из кубка кагор выплескивается, Макрина скрикивает, а патриарх трудится и псалом поет. Увидели они сагай дачного, обрадовались и идут к нему. У Феофана член, как булава, гетманская стоит и качается туда-сюда, а матери лет шестнадцать всего. На голове венок из гвоздики, русы волосы до бедер у ней, груди так и плывут, как лодочки по Днепру. Гетман со стыда покраснял, как тюльпан. Чувствует, и у него член зазвенел, прикрыл срам ладонями и хотел убежать уже, а мать ему нежно так говорит. Здравствуй, сыночек, вот и ты в раю, не зря я тебя родила. А Феофан говорит, вот так гетман в раю Господа славят всем естеством своим. И кубок протягивает. На-ка, выпей, да не стыдись, то на земле грех был, а здесь все можно. Мы ж в раю, Петруха, тут все со всеми, все равны. Да тут и делать-то больше особо нечего. Ешь, пей, сношайся во славу Господа, вечно. Вон, видишь, толпа девчат из воды на тебя глядят и смеются. Это те девки, которых казаки твои убили. Не смущайся, они не в обиде, они из-за вас в рай попали, вечно любить тебя будут. Иди к девкам, Гетман, Господа славить, иди. Пошел сагай дачной к речке, а сам думает. Вот оно ради чего все мучения земные, все подвиги духовные. Ешь, пей, сношайся. Чудны дела твои, Господи. Однако, а по что у греха как булава, а у меня со снегирика раз все равны? Подумал он это, а ему кто-то вслух отвечает. А что непонятного? Кто там больше постился, у того здесь елдай больше. Выбежали девки из речки казаку навстречу, схватили его за руки смеясь, затащили в воду и давай купать. Так сагай дачной поймал птицу рукою во сне. Ну, или птица его поймала.